В ролях Джон Сэксон, Ронни Блэкли. Записываемся на ноготочки? Здравствуйте, здравствуйте, друзья и подружки. Сегодня я пришла, чтобы нарушить ваш покой. И чтобы спалось вам более-менее спокойно после этого видео. Что я гарантировать не могу. Но советую, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите какой-нибудь хороший комментарий. И возможно после этого сны у вас будут не такие кошмарные, как у ребят проживающих. Кошмар на улице Вязов. Ну, всем здравствуйте, как говорится. Может вы меня не узнали, но я Янис. Ваш личный мастер по маникюру. Но больше все-таки по разговорам о книгах. И сегодня в рубрике неочевидной экранизации мы рассмотрим кошмар всех детей 90-х, который произошел на улице Вязов. Короче, самый ужасный, вместе с тем прекрасный фильм ужасов, сериал ужасов о злодеи-маньяке Фредди Крюгере. Ну, похоже же, похоже, а? Забейте меня к себе на вечеринку, я могу порезать салат. Так вот, в нашей рубрике неочевидных экранизаций мы как раз-таки и разберемся, какой же неочевидной экранизацией является ужастик Фредди Крюгер. А точнее, сериал «Кошмар на улице Вязов». Вообще, по «Кошмару на улице Вязов» есть книга, но она уже появилась после того, как сериал стал популярным. Поэтому вполне себе можно считать, что у злодея-маньяка Фредди Крюгера был прообраз. И самые догадливые из моих подписчиков уже догадались, я надеюсь. Но если не догадались, то вам подсказываю. Крюгер даже созвучно с погоняловым того персонажа, к которому, в общем-то, он и отсылает. Ну, и рука, в общем-то, тоже имеет отношение к тому самому персонажу. Ну, вы уже догадались. Это капитан Крюк? Как я сразу не догадался! Из произведения Джеймса Барри «Питер Пен». Ну, вы все помните этого злодея, который носился за этим Питером Пеном, вечно что-то от него хотел, грозил ему своим крюком. Но злодей-то наш не так-то прост. История капитана Крюка очень даже трагическая. Представляется он у нас злодеем произведения Питер Пен только потому, что мы не знаем предысторию. Но позже ее узнаем. А предыстория там такова. Я должна была вам рассказать историю капитана Крюка, но видео, где я рассказываю об этом в образе Фредди Крюгера, поломалось. Возможно, это тоже проделки Питера Пена. Так что буду рассказывать за кадром. Итак, у капитана Крюка с Питером Пеном были враждебные отношения. И капитан Крюк не всегда был калекой. А ровно до того момента, пока Питер Пен не ступил с ним в схватку. И не отрубил ему руку и не скормил ее крокодилом. Вот такие вот, ребята, дела. Такой добрый мальчик, уважающий старших. Смей! Смей! После этого, конечно же, капитан Крюк стал заядлым врагом Питера Пена. И согласитесь, но то были причины. Я докажу, что в шилах этого призрака течет кровь! История капитана Крюка очень похожа с историей Фредди Крюгера. Потому что он тоже не всегда был злобным мужиком с обгоревшим лицом. Ровно до того момента, пока его дети-подростки не зажарили в собственном доме, где он сгорел. Он вообще подвергался всяческому абьюзу. Рос нелюдимым мальчиком. Очень не нравился своим сверстникам. И сверстники решили над ним поиздеваться. И вот так вот взяли и сожгли его. Но ему удалось выжить. И, естественно, после этого он захотел отомстить всем своим обидчикам. В общем, вот такие я нашла параллели пересечения между Фредди Крюгером и Капитаном Крюком. Он мне снится. Он не настоящий. И обратите внимание, что Фредди Крюгер вышел из огня, так сказать, с покоцанным лицом. Но делает он себе именно железную руку, которая станет его страшным орудием убийств. Капитана Крюка тоже Крюк вместо руки, которым он постоянно хочет кого-нибудь подцепить. В том числе и его главного противника Питера Пэна. И тот, и другой в душе, возможно, хороший человек, который пострадал от рук злобных подростков. Нет, это не мальчишка! Это исчезе ада! И в той точке, в которой мы знакомимся с этими персонажами, не зная их подноготной прошлого, нам кажется, что они очень злобные и лютые дядьки. А на самом деле они в своем прошлом много страдали. И у них есть явные причины на то, чтобы быть такими злыми персонажами. Поэтому Фредди Крюкер, мне кажется, неочевидной экранизацией Питера Пэна. Выйди! Выйди и покажись, тварь! Конечно, более современная. И подростки там постарше. И страхи там более жуткие. Но в общем и целом, можно их под каким-то таким углом сравнивать. За мной! Иди, Венди! Исходя из этого, как раз таки, мы всегда можем прийти к выводу, что... Вот чаще всего, кстати, с фильмами ужасов это и случается. То, что нас пугает, на самом деле является для нас чем-то важным. И чтобы понять, как это нас должно перестать пугать, мы должны понять, как это работает. То есть, если нас пугает этот Фредди Крюкер, мы должны разобраться, а что в нем такого страшного? И почему он страшный? И кто это вообще такой? Чтобы узнать это, нужно вот так вот его разложить по полочкам. Ага, это там травмированный дядька, которого самого там в детстве обижали, унижали, оскорбляли. И когда ты это понимаешь и становишься на позицию, что тебе и жалко уже этого персонажа. Ты какой-то даже родитель ему, что ли, да? Вот как-то хочется его-то погладить, сказать, да Фредди, ну слушай, как бы я понимаю, у меня там папаша, может, дурак был там, сжег тебя, да? Но я-то не имею к этому отношения. Давай я тебе помогу чем-нибудь. Ну вот, не знаю, к хирургу тебя сводим, там лицо нормально тебе сделаем, еще что-то придумаем. Ну давай, позабочишься тебе как-то. Это перестает быть страшным. Вы начинаете там в позицию друга такого, что ли, приходить. Ну или разобраться, почему все-таки детям, вот этим подросткам приходит этот ужасный Фредди Крюгер во сна. Потому что они боятся будущего, они боятся того, что с ними случится, они боятся там своих поступлений, дальнейшей жизни, что будет дальше. Они вот привыкли, что они под как-то крылом родителей, а теперь они будут взрослыми, и все будет по-другому. И чтобы, когда это понимаешь, ты понимаешь, что с этим делать. Ну надо, значит, как-то учиться хорошо, работу искать хорошую. Будет там стабильность, будет не так страшно. И может быть, кошмары с Фредди Крюгером, которые тебя мочат, убивают и так далее, перестанут тебя мучить. И поэтому, когда смотришь, анализируешь фильмы с такой какой-то позиции, то это, во-первых, интереснее, а во-вторых, дает какие-то профиты и какие-то дополнительные смыслы для тебя, как зрителя. Ты что-то из этого выносишь, ты становишься каким-то другим, может быть, человеком, что-то какие-то, значит, свои страхи, свои какие-то сомнения прорабатываешь и растешь над ними. Это же важно. Так же и с литературой работает, абсолютно. Ещё хочется отметить, что во Фредди Крюгере очень много юмора. Если вы будете пересматривать, обратите внимание, что персонаж главный, он не просто злодей. Ему важно придумать какое-нибудь странное наказание для человека, то у него какие-то фрикадельки в животе вырастают, и он их накалывает, этот Фредди на свои пальцы, ест и смеётся, то он ещё какой-то трэш устраивает. То есть он веселится, ему скучно, его все боятся. Он уже привык к тому, что он одинок совершенно. Никто с ним не хочет играть, понимаете. И вот он придумывает такую странную, фанни, что называется, гейм. Ворваться к вам в сон и начать там просто как бы какую-то хрень творить. Причём персонажи в основном не могут ему ответить взаимностью. Им как-то особо не смешно, когда с их телами там что-то происходит. Когда их начинают есть кровать, как в первой серии, помните, где Джонни Депп снимался. Двенадцать ночи, и наша станция завершает работу в эфире. Им как-то не весело. Но мне кажется, что вообще одна из важных составляющих борьбы с любым страхом – это веселье. Надо подключаться к веселью, делать страшное смешным, и тогда оно вам не будет страшно само по себе. Но с Крюгером так поступить будет сложнее, потому что он сам себя уже сделал смешным. Он там что-то очень по-чёрному, но юморит, и ему трудно в этом как-то апеллировать, потому что он на этого конька подсел и как бы вроде рулит ситуацией. Но, наверное, как-нибудь да можно всё-таки справиться с этим злобным монстром. И там в каждой серии находятся ребята, которые прокладывают путь к его персоне, и им всё-таки удаётся его так или иначе победить. Юмор, я бы отметила, он вот как раз какой-то кавкианский. Вот если у Джеймса Барри он такой, что ли, детский совсем, такой, знаете, юмор мультяшек, то есть у него там Питер Пен будет, не знаю, отрубит руку Капитану Крюку и скормит крокодилом. Ха-ха-ха, это, наверное, очень смешно. В каком-нибудь в диснеевском мультике было бы вот там Том и Джерри. В принципе, у них такие вот какие-то шутки друг с другом происходят. Они там что-то друг на друга бросают, бьют постоянно, какие-то там звучки вот эти вот мультяшные. В фильме Фредди Крюгер тоже есть такое, то есть там гипертрофированные какие-то происходят вещи, кто-то там чуть ли не заживо горит, там всё равно встаёт из пепла, идёт, там продолжает там всех мочить, или там кого-то пожирает кровать, это кровища хлещет просто фонтаном на всю комнату. Вот такие вот всякие моменты, я их сейчас все вспомнить не могу, но они как бы так вот очень гиперболизированы и поэтому смешны. Если уж говорить о ком-то, то этот юмор очень близок к кавке. К кавку тоже можно воспринимать двояко. С одной стороны, это очень тёмные такие произведения, что-то происходит у него. Там, значит, человек попадает в какую-то бюрократическую машину, в лес туда из неё вылезти не может, и там всё ужасно, и там какая-нибудь казнь происходит. И какие-то у него вот такие вот они довольно тёмные произведения. Но какой-нибудь замок тот же, мы всё равно, мы читаем, и там юмор есть. Даже в превращении есть юмор. Он очень тонкий и очень такой своеобразный, и очень такой понятный. Одному, может быть, кавке ещё нескольким там, потому что, в принципе, основная часть там не юморная. Какие-то такие вещи происходят, которым, ну, очень трудно с юмором отнестись. Но, тем не менее, там вот как раз-таки этот вот юмор какой-то, Фредди Крюгерский, он присутствует. Даже в превращении, обратите внимание, как относятся к главному герою, у Грегори Замза, его родственники. Они сначала его как-то странно воспринимают, потом они начинают как-то... Там, в общем, какие-то очень юморные ситуации происходят, особенно, когда к ним пришли вот эти вот гости европейские. Что-то Грегор этот выполз, и как-то там родители так реагируют, что вообще-то это довольно смешная сцена. Если бы мы не знали эту предысторию, что вообще-то это их сын, и они должны бы его защищать, и они там как-то выставляют его еще глупее, чем это могло бы быть. Ну, в общем, как бы он очень своеобразный юмор, но он там есть. И вот во Фредди Крюгере тоже очень своеобразный юмор, но он там есть. Если опустить какие-то моменты, что... То, что он делает с этими детьми и подростками, это больно, вот, закрыть на это глаза, то это будет смешно. Вот так вот. Ох, Фредди, Фредди юморист. Их! В общем, дорогие мои девочки, мальчики, пора мне уже резать салат из детишек на улице вяжу и отправляться дальше в ваши кошмарные сны и пугать вас. Но вы теперь знаете, что на самом-то деле я сам очень напуган такими же подростками, которые оказались более жестоки, чем я. Изуродовали, изничтожили меня такого несчастного и вели себя неподобающе. И прототип у меня. Капитан Крюг. Который, в общем-то, хороший мужчина на самом деле. Незлобный, вполне приличный, с хорошей семьей. А вот о Питере Пенне этого сказать нельзя, потому что мальчик потерял ориентиры, он не хочет быть в обществе, он не хочет, чтобы были какие-то правила поведения. Он считает, что вот в образе подростка он всегда может себе позволять что угодно, с кем угодно и где угодно. Поэтому он и не хочет вырастать, поэтому он и берет и рубит руки всяким мужчинам, типа капитана Крюга, и позволяет кормить эти руки крокодилам. Вообще-то не очень хорошее поведение для ребенка, совсем нет. Я надеюсь, вы такими не будете. Пора закругляться, друзья. Солнце садится, вам не видно, но поверьте мне. И на фоне этого страшного дома уже начинает страшно находиться. Ну а вы все-таки помните же эту пословицу? Раз, два, два, ставьте лайки у меня. Три, четыре, сделайте репост, вы забыли. Пять, шесть, до встречи на канале после прочтения съездить. Пока, пока. Семь, восемь, тебя не спать попросим. Девять, десять, больше не надейся.